Друзья, всем привет! И прежде чем мы перейдем к основной теме выпуска и поговорим о новой Audi A6, я просто обязан вам рассказать о спонсоре этого выпуска, которым является таксопарк LikeTaxi. LikeTaxi это таксопарк нового поколения, который подключает к таким компаниям, как Uber, Get, Яндекс. По всей России на все доступные тарифы. Первый месяц обслуживания 0%. Вы получаете моментальные выплаты на карту и Kiwi кошелек. При этом у вас есть возможность работать по свободному графику. Идет мощная система бонусов. Например, позвав на работу 5 человек, вы забудете, что такое комиссия. И будете оставаться в плюсе на бензин, мойку и прочее обслуживание автомобиля. Чем больше ты приведешь в команду друзей автомобилистов, тем больше будет твой пассивный доход. Переходи по ссылке в описании и узнай о том, как можно увеличить свой заработок с LikeTaxi. Это новая Audi A6 с мотором 2 литра, который изначально в базовой версии уже оснащается полным приводом Quattro Ultra. О котором мы поговорим сегодня отдельно. Это наиболее доступная версия для нашей страны по цене, если так можно сказать. Не будем спорить об этом, потому что этот автомобиль заслуживает отдельного внимания. Он очень хорошо нафарширован технологически. Он очень хорошо нафарширован электроникой. У него хорошая история. И вообще эту машину стоит посмотреть как автомобиль будущего. Что будет на вторичке через 10 лет, когда ты сможешь купить его за миллион рублей с пробегом 1200. И что он из себя будет представлять. Давайте сегодня познакомимся с вами с автомобилем. И я вам кратенько расскажу, с чего началась моя история знакомства с ним. 11 декабря, серая среда. А я перемещаюсь к официальному дилеру Avilon Автозаводской. Это тот самый дилер, у которого я периодически покупаю автомобили. Общаясь здесь с менеджером, я попросил его, попросил маркетинга. Говорил, говорю, ребят, ну дайте мне хоть какую-нибудь машину на пару дней, потестировать ее нормально, полноценно. Пошли на встречу, предоставили мне Audi A6, за что им огромное спасибо. Ничего не просили говорить, никакого сценария мне никто не давал, никаких денег в кармашек никто не заносил. Все делаем на честных условиях, поэтому этот тест-драйв будет максимально честный и объективный. В любом случае, свое мнение вы всегда можете высказать в комментариях. Хочу записать просто первое ощущение, когда только садишься в автомобиль. Я его прямо только-только получил. Открываем дверь, она, кстати, с доводчиками. Присаживаемся в автомобиль и что мы видим? На самом деле, такое ощущение, думаешь, а где все? Вот то, что здесь нету кнопок, поначалу это, знаешь, как-то так странно выглядит. Но при этом вот эти два здоровых дисплея, ну реально вживую, выглядит это очень внушительно. Запускаем наш мотор и машина оживает. В общем, друзья, нужно покататься, нужно к машине привыкнуть, нужно ее понять. Но пока что вот так вот по атмосфере, по интерьеру присел, вот только что прям настроил под себя сидение. Три дня пройдут с удовольствием. Эта версия, на которой мы сегодня с вами будем кататься, стоит по розничной цене 4 миллиона 800 тысяч рублей. Автомобиль очень хорошо нафарширован. У него, естественно, идет диодная оптика, у него есть камеры кругового обзора, у него есть доводчики дверей. Подчеркиваю, у него есть система полного привода Quattro Ultra. По интерьеру это большие навигационные дисплеи. Их два как на приборной панели, так и основной дисплей. Кожаный салон идет в сочетании с Alcantara. В общем, машина из серии, чего еще в ней желать, это остаются только какие-нибудь массажи сидений. Если посмотреть на этот автомобиль в целом, это кузов C8, новая версия. На самом деле, фанаты Audi наверняка сразу увидят все изменения, скажут, ага, фары другие, морда стала чуть-чуть другая. Если почитать пресс-релизы, то они будут рассказывать о том, что есть линии выштамповки, которые отличают новую модель. В целом, мне, как вот человеку, который не фанатеет от компании Audi, я посмотрел на нее сбоку. Блин, ну вроде бы та же самая Audi A6. Конечно же, узнаешь ее по задним фонарям и, естественно, по интерьеру, потому что интерьер здесь переработан полностью. Она у нас идет во внешнем и внутреннем S-лайне. Автомобиль симпатичен. Самое главное, он статусный, потому что мы не должны забывать о том, что это бизнес-седан. Это не молодежная тачка, которая сделана для того, чтобы ты выехал на ней. И такой, знаешь, пижон, едешь по городу, на тебя все смотрят. Хотя и на этот автомобиль действительно падают взгляды местных жителей. Когда я забирал автомобиль, мне было предложено два мотора. Трехлитровый бензиновый мотор на 340 сил и двухлитровый мотор на 245 сил. Конечно же, я выбрал двухлитровый в силу того, что он, подчеркиваю, наиболее доступен. Если смотреть 3 литра, ну, 340 сил, повышенный транспортный налог, больше расход топлива. Изначально тех, кто покупает этот автомобиль, их это не пугает вообще никак. Мы же с вами посмотрим с точки зрения на автомобиль, что он будет из себя представлять там на вторичке со временем. Наш мотор на 245 сил, здесь 370 крутящего момента. Работаем в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач S-Tronic. Разгоняется этот автомобиль до первой сотни за 6 секунд ровно. Вес автомобиля 1 тонна 770 килограмм. Если мы посмотрим на автомобиль с 3 литрами, там разгон будет до первой сотни 5,1 секунды. И сам потенциал, естественно, будет раскрываться после первой сотни, когда вы выходите на трассу, ну, или как это нужно делать на автобане. Когда едешь на автомобиле, выключаешь музыку и думаешь, ну, вот где используются эти автомобили? Да, в Германии автобаны, всем нам рассказ о том, что там идеальные дороги, там нет ограничения по скорости, немцы живут за городом, просыпаются для того, чтобы доехать до офиса. Им нужно преодолеть путь в 50-100 километров. Что они делают? Садятся на свои немецкие автомобили, ставят 180-200 и быстренько и безопасно доезжают до работы, потому что дорога и автомобили это позволяют. И вот сейчас я передвигаюсь и ощущаю себя таким немцем. Шумоизоляция более чем достойная. Сам менеджер автосалона мне говорит, на Ауди с трехлитровыми моторами она еще лучше. Якобы она там более доработанная, там при этом идет пневматическая подвеска, машина еще комфортнее. И мне хотелось бы, конечно, сейчас иметь такую возможность пересесть, прокатиться и понять, да куда еще комфортнее. Потому что я передвигаюсь, поверьте, друзья, на слово, мы едем 150 исключительно для того, чтобы потестировать автомобили. Фух, я получаю удовольствие. Обгоны делаются все просто на одном дыхании. Несмотря на то, что под капотом стоит двухлитровый мотор, его более чем достаточно. Ты нажимаешь педаль в пол и просто машина уверенно срывается вперед. Обгоны совершать на ней это никакая не проблема. Это как раз для всех тех, кто рассказывает о том, что нужен запас мощности для того, чтобы вдруг в какой-то критичной ситуации ты мог экстренно ускориться. Вот, здесь этого будет с головой. Я уверен, среди комментариев будут и те, кто напишет, что ага, хвалит, значит занесли, значит проплатили. Ауди это все плохо. Друзья, я сделал публикацию в инстаграм-канала, куда вы можете зайти, почитать мнение об автомобиле других людей. Но я вам скажу одно, когда речь идет о новом автомобиле, который только что выехал из салона, на который распространяется гарантия, я смотрю точно так же ролики Ярдрея, как и вы. Парни, нужно просто-напросто прокатиться. Достаточно сесть за этот автомобиль, за руль, выйти на трассу, покататься. Это просто не передать словами. Это нужно ощутить самостоятельно. Заявленный разгон у этого мальчишки до первой сотни 6 секунд ровно. Давайте посмотрим, как он стрельнет. Вот 100 вообще не ощущается. Просто ты нажимаешь на педаль в пол, и просто тачка разгоняется. И поезд из 100, мне кажется, она разгоняется, как будто бы еще резвее. Друзья, ну это на самом деле круто. Вот знаете, вот особенно в автомобиле нет никакого выхлопа, то есть нет никакого звука. Ты даешь просто педаль в пол, и машину уверенно, молча разгоняется. Мокрая дорога, газку в пол. Несмотря на то, что впереди копы. Опа! Ну, здесь нужно вообще что-то говорить. Вот я не знаю, вот я сейчас еду, а сам думаю, ну и как прокомментировать. Полный привод, просто машина вгрызается в дорогу, разгоняется максимально уверенно. Тем более сейчас у нас стоит еще резина без шипов. На 100 километров пробега по трассе, где я активно управлял автомобилем, проверял его потенциал, средний расход, компьютер показал 9,8 секунд. Подчеркиваю то, что я ехал активно. Я уверен, что если выставить 110-120 и отправить в квад на дальнее расстояние, 6 литров, выжать из него запросто, это реальность. Очень часто в комментариях на YouTube всегда можно встретить споры, касающиеся технической части автомобиля. Мол, это же Audi, современные Audi, моторы одноразовые, да здесь ремонт дорогой, да здесь коробка. В общем, одно, второе, третье и одно и то же повторяется из года в год. Давайте с вами будем объективны. Первые владельцы, кто купит этот автомобиль, им на ремонт, на обслуживание, ну, друзья, 4 миллиона стоит автомобиль. Они об этом будут переживать. Покупая новый автомобиль, во-первых, есть гарантия. Да, я прекрасно понимаю, что вы сейчас скажете. А вот я в своих роликах показывал, показывал. Но есть и сотни людей, которые обращаются на какие-то гарантийные ремонты, и им в них не отказывают. Поэтому здесь как повезет, говорим с вами объективно. С другой же стороны, говорить о том, что с ним будет после 200 тысяч километров, до кому это надо. Вот я заметил интересную тенденцию. Когда мы говорим о том, что 3 года прошло, подводим итоги по автомобилю, люди говорят, а что об этом говорить, только кончилась гарантия, давайте смотреть, что будет дальше. Проходит 5 лет, ты подводишь какие-то итоги. И здесь начинается о том, что вот проехал 150 тысяч, вот сейчас-то все начнется. Если подвести итоги по автомобилю через 10 лет, и там спустя 250 тысяч километров, что скажут люди? Да что ты нам показываешь? Это какое-то ведро, кому оно нужно? То есть сам по себе сегмент жизни автомобиля, ну, 3-5 лет в среднем. Правильно? Ты покупаешь машину, 3-5 лет ты покатался, ты ее меняешь. Есть, конечно же, люди, которые катаются по 10 лет, если на этом автомобиле проезжать в год 10-15 тысяч километров, ну, ты будешь кататься, наслаждаться. В любом случае, что с ним будет конкретно с этим автомобилем, с этой новой линейкой, покажет время. Соответственно, нужно подождать 5 лет, посмотреть, какие будут отзывы за автомобиль, и после этого сделать выводы. В остальном, лезть сюда я, естественно, не буду показывать вам о том, что вот, смотрите, там турбина, а вот если убрать эту пластиковую защиту, мы увидим сам мотор, а вот у нас увиден плюс. В общем, друзья, все, что будет делать владелец, это заливать омывающую жидкость. Если не дай бог, что случится с мотором, естественно, он, как я вам сказал, и я думаю, вы с этим согласитесь, не полезет сюда сам, он просто вызовет себе спокойный эвакуатор и поедет на сервис. Ну, а мы с вами едем дальше. Давайте я вам кратенько напомню вообще историю Куатро и почему ее можно считать легендой. А все началось банально из-за конкуренции среди немецкой тройки. Глава совета директоров Ауди Фердинанд Пьех устал от того, что их компания постоянно находится в тени Мерседеса и БМВ. И он поставил задачу перед своими сотрудниками и перед инженерами вырваться вперед в этой гонке с применением новых технологий. И вот в 1977 году Финляндия проходил тест внедорожник от Volkswagen Iltis, который удивлял всех своими возможностями на бездорожье. Даже на летней резине он выдавал такие чудеса, что на тот момент это был действительно крутейший внедорожник. Он поражал своей управляемостью и проходимостью, но изначально он разрабатывался для нужд армии. И Фердинанту Пьеху на тот момент пришла в голову простая, но гениальная мысль. Он поставил задачу перед своими инженерами перенести всю ходовую часть с этого внедорожника на их седан Ауди. Так и родилось спортивное купе Ауди 80 с установленной на него ходовой частью от внедорожника Iltis. На автомобиле, соответственно, был установлен довольно-таки мощный мотор по тем временам, но не самый мощный из возможных. Но самое интересное началось, когда компания Ауди приняла решение участвовать в гонках ралли. Напомню вам, что ранее в ралли участвовали в основном автомобили с моноприводом, а именно с задним. И тут приезжает на гоночку Ауди Квадро. И когда начались гонки, друзья, вот это заслуживает отдельного внимания. Я оставлю ссылочку на ролик по истории Квадро, вы просто будете в шоке. Ауди начала топтать весь мир, вот в прямом смысле слова. Машины вгрызались так, что все остальные гонщики, они просто офигевали от того, что происходит. Напомню, что тогда ралли проходили и в те дни, когда дождь идет. Соответственно, весь задний привод начинал утопать, а Ауди вгрызалась в асфальт и просто-напросто занимала все лидирующие места. Благодаря полному приводу Квадро автомобили получали бешеное преимущество. Даже когда компания поняла, что вот это то, что им нужно, и они начали вырваться вперед, начали расти продажи, они начали снимать рекламу. Одна из таких реклам была, когда автомобиль Ауди с полным приводом, естественно, заезжал в заснеженную горку специально для рекламы. Это был просто-напросто шок. Я вам даже сейчас покажу кадры, вот на сегодняшний день сидишь, смотришь, думаешь, да ну нафиг, неужели это возможно? Тогда было куча споров о том, что автомобиль был привязан с помощью троса. Даже специально нанимали наблюдатели, которые подтверждали, что автомобиль действительно заезжает сам, а трос является лишь страховкой. Если вдруг что-то пойдет не так, автомобиль начнет скатываться назад. Вот таким образом, благодаря вот этой технологии, когда совместили внедорожник и седан, родился постоянный полный привод Quattro, который завоевал уважение по всему миру. И вот даже сегодня вы можете встретить в комментариях на YouTube, в Instagram, в ВКонтакте, что если Ауди, то только Quattro. Таким образом, ранее Quattro это был постоянный полный привод. Что же получается сегодня, когда мы получили приставку Ultra? С 2016 года он пошел на автомобилях, он сейчас ставится на новые автомобили. Что это такое? Рассказываю простыми словами. На сегодняшний день, если вы едете по ровной дороге, по асфальту в солнечный день, машина сейчас нафарширована кучей различных датчиков. Она это все видит и говорит машине следующее, что так, у нас все отлично, давай-ка мы отключим заднюю ось. Таким образом, автомобиль у вас становится с передним приводом. Но при этом каждую соту миллисекунды, очень быстро, срабатывают датчики. Они постоянно смотрят за дорожной ситуацией. Если вдруг вы нажимаете на педаль в поло, заходите в затяжной поворот, тут же подключается задняя ось, и ваш автомобиль снова с полным приводом. Новшество многим напоминает муфту Haldex. Но на самом деле отличия здесь есть. Я не буду вдаваться в эти глубокие подробности, потому что про это на самом деле уже есть такие толковые, хорошие, развернутые ролики. Я же вам хочу сказать следующее, что это на самом деле просто нафаршированный какой-то просто-напросто робот. Когда вы едете по улице, даже в зимнее время она привязана к температурному режиму. Так, например, если ты едешь на улице минус 15, к примеру, машина это понимает, и она принудительно включит тебе постоянный полный привод. Если же ты едешь по асфальту, и ты протапливаешь постоянно, нажмешь на педаль газа в пол, машина понимает то, что ты хочешь погоняться, и она тебе будет опять же включать постоянный полный привод. Если ты выехал на трассу, включил круиз-контроль, едешь спокойно, она думает, блин, давай-ка мы отключим заднюю ось и просто будем катиться на переднем приводе. Для чего это сделано? Изначально сама компания преподносит это как борьба с экологией, и самое главное, с выбросами. Почему? Ведь она экономит топливо. Сколько она экономит топливо? На 100 километров 300 грамм. 0,3 литра на 100 километров. На самом деле, если посчитать и задуматься об этом, да ничего ты не сэкономишь. Потому что пока ты будешь ехать эти 100 километров по трассе, к примеру, наверняка ты выйдешь пару раз на обгон, притопишь на педаль газа в пол. Соответственно, ты будешь взаимодействовать с автомобилем, вот эти вот 300 грамм улетят в никуда. И самое главное, давайте зададимся вопросом, просто-напросто посчитаем. В деньгах это ты сэкономишь, получается, ну, 15, ну ладно, фиксим, 20 рублей со 100 километров. Для кого вообще это сделано? Вот я общался с многими владельцами аудио, с фанатами аудио, спрашиваю, что вы думаете по этому поводу. Многих это пугает. Почему? Ну, потому что неизвестно, как эта система будет работать на будущее. Да, сегодня машина новая, ну вот, Quattro это постоянный полный привод, а тут уже он получается подключаемый. В общем, люди недовольны. Плюс ко всему, они понимают то, что со временем, если вдруг какой-то ремонт эти датчики, ну это, блин. Вот ты заедешь куда-то в сервис, да люди вообще не поймут, что нужно делать, что снимать, куда смотреть. Это таких специалистов их по пальцам пересчитать. Для чего это сделано и какие у этого есть плюсы? Я посмотрел различные тесты, я посмотрел различные сравнения, почитал статьи, пытался даже некоторые переводить на русский язык. Получается так, что если взять два автомобиля, вот допустим, А4 с приставкой Ultra и А4 просто Quattro, и начать на них вытворять там различного рода пятаки, ну в общем, кататься на них на полигоне и смотреть, как они себя поведут. Человек, который, условно, штатный водитель, вот допустим я, я не фанат там дрифта, еще чего-то, система с Ultra, она будет мне больше комфортной, она будет помогать мне, она будет работать за меня. Если же вы гонщик, вы умеете, вы знаете, конечно, вы можете отключить курсовую устойчивость и даже на полном приводе чувствовать себя очень комфортно и выдавать правильную траекторию. Таким образом, Quattro Ultra подойдет непосредственно штатным водителям. Ты покупаешь автомобиль новый, технологичный, ты передвигаешься в нем по городу, ты не должен думать о том, как она работает, она работает без тебя, ты ее не почувствуешь. Ты должен понимать одно, что она есть, это действительно крутая вещь, вопрос лишь о ее надежности и о том, что с ней будет дальше. На машине я проехал чуть больше 200 километров, из них в основном 150 по трассе, 50 по городу. Я могу сказать следующее, друзья, еду обратно в сторону Москвы, блин, ну тачка просто пушка, ну серьезно, я не знаю, как можно говорить плохое про нее с точки зрения управляемости и с точки зрения того, как она держит дорогу, но это просто шикарно. Для объективности однозначно нужно взять какую-нибудь 530-ю бензиновую версию с полным приводом, Mercedes с полным приводом, в хорошей комплектации, с хорошим мотором, чтобы все было объективно и посмотреть, что будут дарить эти автомобили с точки зрения управляемости. Наш автомобиль идет на 18-х колесах. Изначально, если покупать самую базовую версию, самую простую, там колеса и вовсе будут 17-е. Будет высокий профиль резины, смотрится это очень бюджетно, очень дешево. Наш автомобиль идет с независимой многорычажной подвеской, как спереди, так и сзади. Если посмотреть более дорогие версии с 3-х литровым мотором, там доступна будет версия с пневмоподвеской. Клиренс у нашего автомобиля 165 миллиметров. С веса спереди и сзади штатные для любого подобного класса седана. Подчеркиваю, что у автомобиля есть возможность собрать все, что угодно, особенно если вы будете пользоваться конфигуратором. Бесключевой доступ – это доп. опция. Складывание зеркал – это доп. опция. Доводчики дверей – это доп. опция. В общем, здесь одни сплошные доп. опции. Присаживаться в автомобиль вообще, когда ты открываешь его, друзья, ну вот ты понимаешь, за что ты их платишь хотя бы. Я понимаю, что автомобиль, по идее, должен стоить дешевле. То есть, идеальный вариант бы ему ценить какой-нибудь 2 миллиона, 2,5 за эту версию. 2,5 – это было бы просто шоколад. Но когда ты смотришь на него, когда ты все это трогаешь, действительно круто. Вот знаете, очень часто к чему-то пытаешься придраться. Вот садишься в автомобиль, думаешь, так, ну рассказываешь про плюсы, нужно рассказать и про минусы. С чем я столкнулся? За время эксплуатации скрипели передние тормоза. Раз. Сейчас, когда ты садишься в автомобиль, вот я покатался на дальнее расстояние, я понимаю, что здесь есть, например, круиз-контроль. Можно выставить, то есть, уберешь ногу с педали газа, ты садишься, поднимаешь, но знаешь, вот с правой стороны, вот здесь ты, получается, начинаешь упираться вот в эту часть. Она не обшита ничем мягким. То есть, ты садишься, ты в ручку упираешься, но вот какой-то дискомфорт присутствует. Все, что есть по архитектуре, все работает. Вот эти сети дисплеем, куда бы ты ни нажал, все работает исправно. Нет такого, знаешь, что подтупливает. Опять же, я пользовался голосовыми помощниками. Нужно не просто прикоснуться пальцем, а немножко додавить. То есть, схожие ощущения, как с айфонами, с новыми телефонами вообще в целом. То есть, чуть нажимаешь, вот такой приятный такой... Ну, слышите, да? Все работает исправно. То есть, нужно просто чуть додавить, все, команда сразу понимает. И вот реально, что круто у немцев, вот в частности, например, на Mercedes Audio BMW, специально говорю, чтобы была объективность. Мультимедиа работают очень быстро. Приборная панель, это просто-напросто отдельная история, потому что это просто планшет. Смотрите, вот едешь такой-то тахометр, спидометр, все видишь, навигация, думаешь, блин, маловато, у меня навигация, вот бы побольше. Бац, на тебе, пожалуйста, побольше. Все различные режимы управления, понятное дело, здесь можно выбирать. Круговой обзор, на самом деле, довольно-таки четкая вещь, особенно, когда все камеры чистенькие. Это важно. В вечернее время тоже хорошо показывают. Единственное, в силу того, что они хотели сделать побольше угол, иной раз, когда сдаешь задом, нужно привыкнуть, потому что он искажает. Ты порой думаешь, блин, а проходишь ли ты? Если иной раз садишься в Тойоту, в Ниссаны, в новые Кашка и думаешь, блин, ну вот здесь мультимедиа, вот вчерашний день, то здесь ты понимаешь то, что вот он сегодняшний день. Я это говорю с точки зрения провисованности, с точки зрения интуитивности, с точки зрения различных режимов. По габаритам это действительно большая машина, ее покупают для того, чтобы передвигаться на ней всей семьей с удовольствием. Но я вам скажу так, вот я сейчас буду присаживаться сам за собой, мой рост метр восемьдесят шесть. За рулем я сижу с большим комфортом. Но присаживаясь сзади, понимаете, вот здесь ты себя уже ощущаешь как-то более тесно. То есть не чувствуется, что это седан бизнес-класса, хотелось бы побольше места. А компания Аудио вам ответит, хочешь побольше места, хочешь кататься сзади, для тебя есть А8. Там совсем другая история, там совсем другой ценник. Здесь же, ну понимаешь, для ребенка лет там, я не знаю, 12, до определенного роста по высоте, ему еще будет комфортно. Мне же, например, здесь на какое-то длительное расстояние было бы некомфортно чувствовать. Такие машины, как правило, еще бывают покупают для работы в такси в премиум сегменте. Я не понимаю, зачем они это делают, потому что здесь передвигаться как в такси, но будет некомфортно. Охота, чтобы места было больше. Но, отмечу, что если сравнивать ее с BMW 5 серии, то в BMW 5 серии еще теснее. И то же самое в Mercedes E-класса. Переходя к задней части автомобиля, как раз мы можем увидеть эти фонари, по которым можно определить все это новое Аудио 6. Патрубки под выхлопную систему, которые сделаны под фальш. Многих это удивляет из серии типа, вау, а почему они сделали под фальш? Вот мне, на мой взгляд, вообще пофигу. То есть, как вот тебе сзади машина выглядит? Нормально, симпатично выглядит. Вы не забывайте о том, что впереди вообще будущее типа там за электрокарами, когда там, наверное, наступят. Но там и вовсе нет никаких патрубков, нет никаких подхлопных систем. Бак у автомобиля 70 литров. Багажник довольно-таки большой. Здесь 570 литров. Вот эти вот крепления механизма спрятаны в кожухе, то есть это честное пространство. Положил вещи свои, поехал куда-то на дальнее расстояние в путешествие. Докаточка, пожалуйста. И вот здесь вот нету шумоизоляции. Соответственно, со слов менеджера, в более дорогих версиях она будет. Сидения у нас, получается, не складываются. Друзья, машина на самом деле интересная. Вот так вот ты ходишь вокруг нее, трогаешь, смотришь. Ты понимаешь, что с точки зрения технологичности, фух, про нее можно рассказывать очень долго. Особенно, если изучать, как что работает. Для этого понадобится целый дневник серий. Соответственно, там 2, 3, 4, 5, 10. За эти 3 дня тест-драйва я успел себя ощутить Джейсоном Стэттомом. Проехаться с ветерком по городу, дать стрекача по трассе. Все в пределах разумного. Друзья, я вам могу сказать одно, что про этот автомобиль можно говорить плохое. Исключительно тогда, когда вы столкнулись с дорогостоящим ремонтом, когда у вас что-то пошло не так, и никто не может вам с этим помочь. Но когда вы владеете этим автомобилем новым, исправным, в богатой комплектации, здесь невозможно спорить. Кто бы как ни относился к компании Audi, кто бы как ни относился к немцам, эти машины действительно дарят эмоции. У меня спрашивали, ну вот сравни ее с BMW. Давайте будем объективными, что этот автомобиль нужно сравнивать с более богатой версией BMW, а у меня она довольно-таки простая и с задним приводом. Это важно. Но задний привод на BMW это совсем другие эмоции. Поймите правильно, когда ты садишься за руль Audi Quattro, ты получаешь одни эмоции, одну уверенность на дороге. Когда ты садишься на задний привод BMW, это совсем другие тоже приятные эмоции. Mercedes это уже отдельная история. Что стоит этот автомобиль? Самую базовую версию на сегодняшний день вы можете купить по цене 2 800-3 миллиона рублей. Хорошую комплектацию 3 300-3 500. Я понимаю прекрасно, что это дорого, что не каждый может позволить себе эти суммы. Но не забывайте об одном, что нужно стремиться, нужно стараться. У каждого из вас две руки, две ноги и одна голова. Все у вас получится, я вас верю. Поэтому здесь вывод один. Каждый из нас должен идти только вперед и не слушать никого. Все вот это нытье, давайте оставим его где-нибудь в стороне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, высказывайте ваше мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там выходят только свежие новости. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok